Добрый вечер на ТНВ новости в студии Альбина Аслагараева и вот о чем расскажем прямо сейчас. Непристегнутые ремни, сериалы за рулем и 30-летние автобусы. Погибло 425 человек. Чем озадачилась ГИБДД республики на этот год, Лина Зинатолина. Снег плавится, превращаясь в рубли. 13-кубовый КамАЗ стоит 1800 рублей. Почему снежная зима предпринимателям влетела в копеечку у Альбины Менебаевой? Дойные субсидии. Повысили бы цены на молоко. Из-за падения закупочных цен на молоко фермерам Татарстана выплатят субсидии. Подробности у Анны Городновой. Выбор до выборов. Не нужно совершать личные телодвижения. Как можно проголосовать не по месту прописки? Узнал Дмитрий Аринин. Татарстанцы стали чаще погибать из-за мобильных телефонов. Прямые эфиры в соцсетях, разговоры на ходу, смс рулем. Впервые автоинспекторы заговорили о таких причинах дорожных аварий. Актуально и не пристегнутые ремни. А треть всех аварий это наезды на пешеходов. Итоги 2017-го сегодня подвела ГОСЭФ автоинспекция республики. Что ждать водителям и почему заседание началось на улице до восхода солнца? Лина Зинатулина. Не в дружбу, а в службу. 50 новых патрульных машин, ключи от которых сегодня вручил президент, ощутимая поддержка для ГИБДД. Не за горами, чем по футболу и большая нагрузка. Республика помогала и будет помогать по укреплению материально-технической части. Сегодня в оснащении ГИБДД современные технологии. Система Паркон против водителей, выезжающих на автобусную полосу. Камеры на скорость комплекса рубеж и даже аэростаты для съемки с воздуха. Но по-прежнему кадры решают все. Даже самый современный прибор автоматической фотоидефиксации не способен заменить инспектора ДПС и фиксировать нарушения при отсутствии государственного регистрационного знака или его умышленного сокрытия. Таким образом, без инспектора, контролирующего наличие читаемых государственных регистрационных номеров, прибор автоматической фотоидефиксации малоэффективен. Как выяснилось, большинство водителей того же мнения. В принципе, мы и на камеры реагируем, ну и, естественно, на сотрудников. Мне кажется, это равнозначно. Не знаю, однозначно ответ. Камеры, как водитель, ГУ камеры. Камеры лучше получили? Да. Не при взятой отношении все нарушил, зафиксировали, оплатил. Для безопасности, наверное, все-таки сотрудники. Если какая-то спорная ситуация, мы по-любому вызовем сотрудников ГИБДД. Больше 4,5 тысяч ДТП за год. Пострадавших в них еще на тысячу больше, а погибли на дорогах 425 человек. Это сравнимо с жителями одной многоэтажки. Главная причина аварии – грубое нарушение правил дорожного движения. Практически половина от всех погибших при столкновении. Самый опасный вид таких аварий на обгоне – это каждая третья смерть на дороге. Уже в новом году авария в Пестричинском районе унесла сразу 4 жизни. В Чистопольском и Лениногорском – еще по 2. Все чаще участники ДТП в Татарстане оказываются непристегнутыми. Из всех погибших на дорогах каждый шестой пренебрег ремнями безопасности. Речь и о водителях, и о пассажирах. Жертв в два раза больше, чем годом ранее. Условия диктует и современная реальность. За рулем уже не только разговоры и переписки, но даже просмотр сериалов. А на трассе Казань-Теленодольск в марте прошлого года девушка и вовсе вела трансляцию в соцсети, будучи за рулем. В прямом эфире выезд на встречную полосу, лобовой удар автобуса и смерть на месте. Исследования показали, что когда водитель отводит взгляд от дороги на экран мобильного устройства при скорости движения 60 метров в час, он проезжает слепую 65 метров. Соответственно, чем выше скорость, тем такие слепые участки становятся больше. Штрафы уже не помогают. Так, непропуск пешехода стоит сейчас 2500 рублей. Однако наезды на них – это треть всех ДТП. Кто-то уступает, если добрый человек уступит, а кто-то, не знаю, может все торопятся и торопятся. Судя по тому, что я перехожу, ни разу не было такого, что мне там машина проезжала или мешала. У нас очень хороший водитель, внимательно. Ну, уступают. Июльская трагедия с пассажирским автобусом под Заинском повлекла череду строгих проверок. Досмотрели больше 50 тысяч машин. В случае нарушений они отправлялись на спецстоянки. Контроль пассажирских перевозок – задача и на этот год. Также предстоит оптимизировать работу после сокращений штата, повысить качество оказания госуслуг и обеспечить безопасность дорог во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Лина Зинатольевна, Марат Сидгораев, ТНВ «Казань». Риск дела подсудной. В Верхнеусловском суде начался процесс по перегрузу Татфлотовского судна «Москва-130». Напомним, в мае на борт теплохода по маршруту Ташовка-Казань поступили 440 человек вместо максимальных 300. Судно оказалось сильно перегружено. Тогда же задержали капитана теплохода Юрия Миронова, но вину он так и не признал. Пояснил, не знал, что борт был настолько полон. Следующее заседание суда состоится 26 февраля. Судебное заседание было перенесено в связи с тем, что не все свидетели обвинения пришли для участия в судебном заседании. Среди тех, кто явился, пассажиров того рейса не было. Поэтому выяснить их отношение к уголовным делам мы пока не можем. Пока снег идет, в водоканал плывут дополнительные рубли. Предприниматели столицы говорят о том, что компания в этом году пересмотрела тарифы в снегоплавильных пунктах. Каждый грузовик серой бурой массы стал дороже на 200 рублей. После снежной недели коммерсанты знают, как зима может бить по карманам. Почему? Альбина Минебаева. После обильного снегопада работа прибавилась и водоканалу. Весь этот бурый снег должен превратиться в воду, а компании принести дополнительные рубли. Говорят, что после сильного снегопада сюда заезжают до 500 КАМАЗов. Восьмой рейс. Пока возле снегоплавильной станции, что на проспекте Победы, гудят двигатели грузовиков. В самом пункте все бурлит. После метели от клиентов нет отбоя. Горы серо-бурых осадков на площадке и в кузовах КАМАЗов. Территорию лично я, как транспортировщик, со своих заказчиков завожу в день где-то 40 машин. Предприниматель Руслан Валеев знает, как снегопад может бить по карману. Имя попросил изменить, а лицо не показывать. Больше пяти лет бизнесмен делает деньги на вывезе мусора и снега. В этом году за 5 тонн он отдает 1800 рублей. Грязный снег оказался дороже мусора. Изначально даже с кем мы заключаем договора, их заставляют показывать договора, чтобы была лицензированная компания, которая принимает снег. С другой стороны, штрафы экологов. Снежный сезон еще не закрыт, а список компаний у инспекторов пополняется. Торговые сети, авторозаправочные станции, есть моменты даже некоторые индивидуальные предприниматели или вовремя не вывозят снег, или нанимают людей, которые вывозят этот снег в незаконные места. И всего за снежный 2017 инспекторы обнаружили 26 свалок. Для юрид санкции могут доходить до полумиллиона. Коммерсанты из двух зол выбирают выгоднее для себя. Кто утилизирует снег, тоже денег стоит. Они в целях экономии сбрасывают снег в незаконные места. Это уже крайняя мера, говорит Руслан Валеев. Утилизация в водоканале в 2017-м стала дороже на 200 рублей. После пересмотра прайса не каждый клиент потянет услугу. Может завтра опять снег повысится за утилизацию. То есть мы тоже так же заказчику это все доводим, показываем. То есть как бы на них тоже это все ложится. Тариф за плавку снега не регулируется. Об этом нам сообщили в госкомитете по тарифам. Поэтому водоканал сам решает, кому и сколько ни прайса, ни цеха. Станции, словно режимный объект, не увидеть, не поговорить. Почему наш запрос так долго рассматривается? Не могу вам ничего сказать. То, что водоканал предоставляет данную дополнительную услугу, ну это плюс для водоканала, поэтому это не регламентируется, не тарифицируется отдельно. Так как эта услуга может быть и не предоставляться. Соответственно, поэтому комитет по тарифам и не тарифицирует данную услугу. Цены может отрегулировать только конкурентная среда. Пока на рынке топленого снега одно судно. Водоканал предпринимателям же остается или нарушать, или пересматривать свой зимний бюджет. Альбина Минибаева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Наказали за самодеятельность. Ежегодно бюджет 19-й Казанской гимназии пополнялся за счет родителей учеников под предлогом фиксированного взноса. В благотворительный фонд учебного заведения родители вынужденно сдавали по 5,5 тысяч рублей. Это выяснила прокуратура. Проверка также показала, гимназия не обеспечила учеников 4-х классов учебниками. Их закупали родители. Теперь директор привлечен к дисциплинарной ответственности. Должна быть по своему согласию деятельность. То есть родители сами должны по своей инициативе вносить денежные средства. Во-вторых, только в безналичном форме. Никакого наличного сбора денежных средств на родительских собраниях, членами родительского комитета. Такого не должно быть. Это незаконно. В будущем летом в Татарстане откроются 8 бассейнов и 5 универсальных спортивных залов. Их строительство началось еще в сентябре по республиканской программе. В разных районах строители на разных этапах где-то только завершаются работы над фундаментом, а где-то голубые ванны уже под кровлей. Успеют ли к сроку и жители каких районов ждут заплывов? Слават Мухаммадуллин. Четыре дорожки по 25 метров. В точно таком же виде уже через несколько месяцев предстанет бассейн в Пестрицах. Ну а пока здесь вместо голубых ванн голые стены, воздуховоды, ну и строители. На этой работе здесь у нас получается все завершены. Чирпичная перегородка у нас тоже все полностью завершены. Электрика, отопление, вентиляция, пожарный водопровод, остекление. Скучать строителям в Пестрицах некогда. На площадке 25 человек. Их объект в лидерах по степени готовности среди еще таких же семей. У нас плавно получается завершить работу самого здания в май месяц. А в июле уже получается сдача полного объекта. Для Зилиги Затулина и ее сыновей это маленькая мечта. В бассейне они еще не купались. Тем более комплекс граничит с детским садом и школой. Он очень нам нужен. Самое главное детям для здоровья. Если будет возможность записаться заранее, мы обязательно этим воспользуемся. Услышав наш разговор с Зилией про бассейн, пестричинцы стали сами подходить и рассказывать, как они ждут открытия. Мы ходили в нашу детско-юношескую спортивную школу. Но там, конечно, бассейн был не очень мелкий. Ну и не всегда работал. А этот бассейн, конечно, ждем. С нетерпением. Молодые и даже пенсионеры мы собираемся. График составит, с удовольствием будем ходить. Его строят по республиканской программе. Бассейны-клоны появятся еще в Апастовском, Отнинском, Верхнеуслонском, Нижнекамском, Мамадышском, Тукаевском и в Тиличинском районах. Все эти объекты будут укоментированы с современными техническими средствами и оборудованием. Позиции составляют. Если по бассейнам это более чем 36 позиций, то в спортивных залах это более чем 46 позиций. Кроме бассейнов еще и спортзалы. Их летом откроют в Алексеевске, Апастово, Дрожженом, Лаишево и Черемшанах. Слова Тухмадолина, Ренат Сафин, ТНВ, Пестричинский район. Татарстан самый благоустроенный регион России. По результатам 2017-го республика лидирует в приоритетном проекте формирования комфортной городской среды. Об этом заявил глава Минстроя России Михаил Мень. Он отметил, что в Татарстане вопросами городского комфорта стали заниматься намного раньше, чем где-то еще. В этом году запланировано не меньше обустроить 26 парков, 17 пляжей, 6 улиц, 3 сквера, 3 бульвара и 1 площадь. Частные подворья Татарстана получат субсидии из-за падения закупочных цен на молоко. Это решение президента республики. Единовременные выплаты получат 65 тысяч личных хозяйств. Деньги выплатят за каждую дойную корову. Напомним, закупочные цены резко упали почти на 5 рублей за литр. Сколько ждать в рублях Анны Городного? Уже месяц в мини-фермах Абибрахмановых из Артского района работает не на прибыль. Коров бы прокормить. Литр молока они стали продавать на 5 рублей дешевле. Зимой и так надои небольшие. Коровы готовятся отелиться. А тут еще обвал закупочных цен. Повысили бы цены на молоко. Раньше 22 был, сейчас 17. Росима у нас надоела летом на 80 тысяч. А вот на сегодняшний день, если сосчитать эту же тонну, на 55. 25 тысяч уже как бы убыток. И такая ситуация практически у всех хозяев буренок. Обвал закупочных цен произошел в 50 субъектах страны. Но в Татарстане одна из самых низких цен. По данным Минсельхозпрода республики, литр молока отдают в среднем за 17 рублей. Самая высокая цена в Умадышском районе замыкает таблицу Дрожановский район 15 рублей. Сговор ли это переработчиков молока или посредников, которые скупают сырье? Пока ответа нет. В Татарстане же принято решение поддержать тех, кто еще держит коров. Президентам принято решение о выделении единовременной субсидии в размере 360 миллионов рублей. Это общая сумма субсидий на сохранение поголовья коров в личных подворьях и увеличение продуктности молока. Те, кто содержит одну корову, получат 2000 рублей. За две коровы выплатят по 3000, а трех и выше по 4000 за каждую. Чтобы получить субсидию, каждую корову нужно зарегистрировать. Данные внесут в электронную книгу. Уже на этом основании от фермеров будут принимать заявление и брать письменное обязательство сохранить поголовье. Миллион 800 тысяч тонн в прошлом году. Татарстан лидер по производству молока в стране. Не сдавать позиции и сохранить поголовье в непростое время нужно и крупным производителям. В республике прорабатывается вопрос о новых выплатах по 3 рубля за каждый литр. Анна Городнова, Игорь Романов, ТНВ, Арский район, Казань. Самая массовая социальная выплата вырастет на 2,5%. Изменения вступят в силу завтра. Они коснутся 340 федеральных льготников в Татарстане. Это герои Советского Союза, ветераны, инвалиды и герои соцтруда. Так, с 1 февраля набор социальных услуг составит 1075 рублей. В нее войдут медикаменты, путевки в санаторий и бесплатный проезд на пригородном и междугороднем транспорте к месту лечения и обратно. Это новости на ТНВ и далее в программе. Выбор до выборов. Не нужно совершать лишних телодвижений. Как можно проголосовать не по месту прописки, узнал Дмитрий Иринин. Во славу голоса. Остается сутки до старта 36-го Шаляпинского фестиваля. А какими премьерами готовы удивить весь театральный бомонд, расскажет Рамин Шайдулин. Их станет меньше, но они станут эффективнее. В республике будет реализовано 14 из 26 партийных федеральных проектов. Сегодня об этом говорили на полицовете «Единой России». Многие действующие проекты ранее были объединены. Среди них образование, социальная адаптация для людей с ограниченными возможностями, поддержка пенсионеров, безопасность на дорогах, медицина и другие направления. 13 проектов и усилия, как финансовые софинансированные из республики при поддержке президента нашей республики и партийных денег, которые предусматриваются на эти цели, мы будем концентрировать на этих партийных проектах. Снижение уровня коррупции, проведение всероссийской сельхозпереписи и контроль за личными подсобными хозяйствами. Сегодня Татарстан-Стат подвел итоги за прошлый год. Органы статистики успешно решили вопрос о перезакладке электронных книг учета. Республика в этом вопросе стала первой в России. Нововведение позволило контролировать объекты недвижимости и земельные участки. В этом году Татарстан-Стат начал готовиться к всероссийской переписи населения в 2020 году и усовершенствованию технологий по сбору, обработке и хранению информации. Нашим преимуществом по сравнению с другими органами статистики, других субъектов Российской Федерации заключается в том, что мы можем сформировать агрегаты по малым областям изучения, по малым территориям, по детализированным видам деятельности, что очень важно в рамках анализа. И пользователь прекрасно понимает эту ситуацию. «Голосовать где хочешь» сегодня в России начался прием заявлений от тех, кто хочет проголосовать не по месту прописки. Такая процедура пришла на смену открепительным удостоверением. Теперь каждый сам может выбрать, куда ему прийти проголосовать 18 марта. Удобно ли новинкой, как ее оформить, нюансы у Дмитрия Ренина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И поэтому, конечно, удобно. В такой ситуации сейчас большинство тех, кто работает и живет в Аннополисе. В городе прописан только чуть более 100 человек, а реально находится свыше 2000. Для этого в местной мэрии открыли пункт приема заявлений по месту выбора участка для голосования. Как говорят, процедура несложная. Поставить подписи, передать в паспорт. Этим вопросом специалисты будут заниматься ежедневно по несколько часов. Как говорят, если после подачи заявлений человек поменял решение, то заявку можно переоформить. То есть мы опять исключим его из списков, в которые мы его внесли, и направим по системе газвыбора на участок, где он будет в этот день работать или жить. Таких пунктов приема заявлений в Татарстане 67. Почти все не разместились в территориальных избиркомах. В Нижнекамске таких мест два. В администрации города и МФЦ. Я живу здесь, и мне далеко все равно ехать в поселок, чтобы прогрессовать тут, а мне удобно. Очень удобная процедура, которая позволит любому гражданину не ограничивать себя в поездках, в то же время реализовать свое избирательное право. С оформлением выборного новшества могут помочь во всех многофункциональных центрах. Кроме того, есть возможность и подать заявление через единый госпортал. К приему заявлений с 25 февраля подключатся и участковые комиссии. Все адреса можно узнать на сайте республиканского ЦИКа. Дмитрий Айринин, Алина Бережная, Александр Лобанов, Ильшат Мухаммедов, Светлана Шумкова, Максим Липин, ТНВ, Казань, Иннополис, Нижнекамск. Сегодня сразу встреча. Четыре человека сняли свою кандидатуру с выборов президента России. Станислав Полищук отказался от участия в пользу Владимира Путина. Михаил Козлов признался, что не рассчитал свои финансовые возможности. Владимир Михайлов заявил, что ему не хватило узнаваемости. Общественный деятель из Казани Ирина Волынец тоже сняла свою кандидатуру от участия в выборах в пользу Владимира Путина. И вот как она прокомментировала свое решение. Сегодняшняя новость для меня является сложным, но, как мне кажется, закономерным и выверенным решением. Поймали хайп и попали в тренд. Шкаф Вольфыч, диван Геннадий, подушка Ксения. Продукцию с таким названием предложила сеть мебельных салонов Челнов. К политике это не имеет отношения, говорят в магазине. Хотя название созвучно именам кандидатов в президенты. Что стоит за таким мебельным маркетингом и как на него отреагировали, далее в репортаже. Так теперь в набережных Челнах оценивают ассортимент в одном из магазинов. Как гласят рекламные слоганы, избирательному покупателю предлагают сделать правильный выбор мебели. Специальные низкие цены на новые наименования действуют до 18 марта. Ассоциируется у вас с чем-то? Да нет, в принципе. Для меня это нормальное название. Хоть Петя, Вася. Я хотел пошутить, честно говоря. Геннадий Иванович, думаю, ну в этом Геннадий красиво. Как говорят продавцы, на такие вещи с кандидатскими именами уже есть спрос. Люди уже приходят, интересуются именно определенными вещами, определенными моделями. Например, мужчина пришел на той неделе и поинтересовался непосредственно диваном Геннадий. Бизнесмены утверждают, что акция, где главные действующие лица диван Геннадий, шкаф-купе, Вольфович и подушка Ксения, с политикой и выборами не связана. Так они хотели привлечь внимание к себе. Мы хотим, чтобы люди к нам пришли и внесли нас в список магазинов, которые приедут в первую очередь. По мнению уже маркетологов, такая мебельная реклама шита белыми нитками. Способ привлечь внимание, даже вот вы снимаете сюжет об этом, об этом говорят, и соответственно мелькает название компании и магазина и прочее. Как бы там ни было, приятную покупку принято обмыть на удачу. И как тут не вспомнить хайповый бренд начала 2000-х. Ну вы понимаете, о чем я. Радик Фархулин, Дмитрий Аринин, Динара Камалова, Рина Цафина и Шатаюб, Фальбет Шафигулин. ТНВ Набережные Челны. Мировая опера снова в Казани. Остаются сутки до начала международного фестиваля оперы имени Шаляпина. В этом году он проходит в 36-й раз. На родине мэтра русской оперы ждут оркестры из США, Украины, России и Германии. Во второй раз за историю поставят хит Джузеппе Верди, оперу Набукко. Но в этот раз в прочтении американских режиссеров. Чем готовы удивлять Рамишай Долин? Партия Гранд Сачардота в опере не считается простой. Мало того, что петь приходится низко, но и вживаться в образ тяжело. Так считает оперный бас Ирик Фаттахов. Одна из престижных ролей. И в этой роли я должен найти сторону верховного жреца, который делает подлость. Ирик играет в истории об угнетенных иудеях. Набукко откроет Шаляпинский фестиваль этого года. И новое прочтение оперы станет интернационально. Дирижер итальянец Стефано Романи, хормейстер россиянка Любовь Дразнина. За постановку взялся американец Ефим Майзель. Он, зная весь текст итальянский, проработал понятием, чтобы в переводе не просто перевести и понимать, а именно отобразить точно текст жестикуляции, мимикой. Опера Набука – раннее произведение Джузеппе Верди, в которой не раз за карьеру играл и сам Шаляпин. Но в таком виде, концептуальном, в то же время с нотками ранней Италии, она ставится впервые. На глазах зрителя сожгут самое ценное для человека веру. По задумке постановщиков, ее олицетворит звезда Давида, а не целый храм, как это было в оригинале. Здесь храм, футуристичный куб, и все как на войне и в мире, в инь и янь. Оформление поделили на темное и светлое. Чистая светлая вера, в которую верит человечество, в данном случае иудейская вера, и она зажата в милитаристические щиты, золотые щиты Вавилона. Именно на Буко Федор Шаляпин отдал долгие годы карьеры. Так и опера даст старт фестивалю его имени. Череда шоу продлится три недели. Впереди 10 спектаклей и два гала-концерта. Рамиль Шайдулин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112». В казанском кафе у мужчины украли кошелек с тремя миллионами рублей. Он оставил его без присмотра. Что было дальше, смотрите чуть позже. А сейчас спорт и прогноз погоды. Я же не прощаюсь. Увидимся в 21.30. 13 июля 1963 года на заводе органической химии получена первая партия фенола и ацетона. За умелое руководство заводом присвоить звание Героя социалистического труда Владимиру Петровичу Лушникову. Казань Оргсинтез. 60 лет лидерства. Не пропустите распродажа в Азина Авто. В январе автомобили Лада 2017 модельного года с выгодой до 65 тысяч рублей. Успейте обменять свой автомобиль на новую Лада. Азина Авто. Минская 1. На предприятии Челны Кировец полностью переверут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие Челны Кировец. Легендарному трактору вторую жизнь. Коррекция зрения от 15 тысяч рублей за один глаз. Клиника Кузляр. Сейчас или дороже. В феврале берите Ниссан с выгодой до 400 тысяч рублей. Узнайте подробности в автоцентре Марка Казань. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Санаторий Крутушка предлагает активный и полезный отдых для всей семьи. Комплексное лечение со скидкой до 30%. 202 30 33. И на Марка за гроши. В автоцентре Марка. Держи. В феврале берите от сун от 360 тысяч рублей. Автоцентр Марка. 4 пятерки 3 семерки. Былгар радиоса такдымит. Уйланырга, елмайрга, бьерге. Ушлыб жирларга нажбуриткен түрлі илларның популяр жирлары, хам жиршылары Былгар радиоса хитлары концертында. 17 февраль. Пирамида. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. Сегодня ночью баскетбольный уникс проведет ключевой матч в ТОП-16 Кубка Европы. Игра пройдет в приграде Леона Виллербан из клуба Масвелл. Поражение поставит крест на планах казанцев сыграть в клей-офф. Победа даст хорошие шансы на продолжение борьбы за кубок. Наш соперник стартовал в ТОП-16 3 января в баскетхоле с поражением в овертайме. Для уникса игра удалась на славу. Но затем французы одержали три победы подряд. За два тура до конца группового турнира ситуация в нашей группе запутанная. Асвелл на первом месте, казанцы на третьем. Учитывая разницу мячей, задача перед униксом стоит сложная. Игра начнется в 22.30 по московскому времени. Другим темам поменяли коньки на кроссовке, а теплую форму на футболке. Игроки казанского «Динамо» по хоккею с мячом провели необычный матч. Команда отправилась к Обществу инвалидов Татарстана. Поделившись на команды, участники соревновались между собой в игре «Флорбол». Коллектив Общества инвалидов Казани принимает участие в различных турнирах по нескольким видам спорта. Хоккея с мячом в списке нет, но тренировочный процесс совместно с клубом «Динамо» дает возможность укрепить навыки. По завершению матча каждый участник получил подарки от хоккейного клуба «Динамо». А соперники в свою очередь обещали поддерживать казанский клуб во время домашних матчей на стадионе «Ракета». Прежде всего, это вместе с тем эмоциональный подъем как и у наших ребят, так и у ребят с ограниченными возможностями общения позволяет эмоционально зарядиться прежде всего. Казань тем временем готовится принять Кубок Европы по теннису. Со 2 по 4 февраля на кортах Казанской академии состоится зональный этап зимнего кубка среди юношей и девушек. Наш город принимает отборочный этап международного турнира уже шестой год подряд. А в сезоне этого года соревнования вновь пройдут как среди девушек, так и среди юношей. По результатам отборочного этапа в Казани определятся по две лучшие команды, которые получат возможность отстоять честь страны в финальных раундах во Франции. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска изготовитель корпусной мебели на заказ компания Данил Мастер. Весь февраль Данил Мастер дарит своим клиентам 20% дополнительной скидки для изготовления кухни или шкафа-купе. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В республике сохраняется морозная погода со снегом. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке республики будет облачно. Ожидается снег и до 9 градусов мороза. На северо-востоке Татарстана тоже не обойдется без снега. Там температура воздуха составит до 13 градусов ниже нуля. На севере Татарстана облачно, пройдет снег. Температура воздуха местами составит от 13 до 17 градусов ниже нуля. На северо-западе пасмурно со снегом и минус 14 градусов. На юго-западе республики ожидается снег. Температура воздуха там составит минус 11 градусов. В центре Татарстана будет облачно со снегом и до минус 10 градусов. В последующие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. В Казани ожидается снег и около 13 градусов мороза. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 84%. Магнитное поле Земли спокойное. На дорогах местами снежные заносы будьте внимательны. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.